Междугородные автобусы По взаимодействию с правилами дорожного движения То непосредственно по области часто связано с различной работой криминальных элементов на маршрутах Вот это вот существенная разница Опрашивали не только пассажиров, но и самих перевозчиков Тех, как оказалось, тоже многое возмущает в работе Проблема качества перевозок связана с такими проблемами То есть в первую очередь это законодательная составляющая Далее коррупционная составляющая Составляющая обслуживания дорог И составляющая выхода перевозчика на рынок транспортных услуг И контроля по осуществлению и зарегуляции его деятельности Перевозчики недовольны количеством нелегалов на рынке Говорят, те не только отбирают хлеб, переманивая клиентов Но и нападают на так называемых официалов Страдают не только водители, но и пассажиры Давайте вы напишите заявление на имя начальника ВНП Мы устали писать письма А когда нам ответят на наши письма? Когда будет реакция на наши письма? Просто пришли на территорию вокзала на платформу И из автобуса выводили людей Грубили, угрожали сотрудникам У вас сейчас конкретные факты Давайте мы вас отвезем, вы посмотрите конкретные факты Вместе с заместителем начальника управления полиции Одесской области Сотрудники международного автовокзала Одесса провели проверку Ее результаты пока неизвестны Нелегальные перевозчики имеют свойство, насколько я знаю, по опыту И только что вы это сказали Что у них плохое техническое состояние транспортного средства В то же время они себе позволяют управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения И согласно закону о национальной полиции Если он не будет нарушать правила дорожного движения Сотрудник полиции не имеет права без причины его остановить Водителей полицейские останавливают только по факту Иногда после совершения аварии Говорят, это мешает предотвращать нарушения Просят самих перевозчиков организовать обязательные медосмотры сотрудников Очень мало того, что, допустим, кто-то напишет Или даже мы сами выйдем и зафиксируем факт Есть органы госконтроля, которые на это уполномочены У них есть порядок проверки и так далее Сегодня, к сожалению, и мы это все знаем В связи с этой всей организацией Укртрансбеспека практически не выполняет этих функций Более того, она начала их выполнять Но их, естественно, бросили сейчас на весовые комплексы Максимально усилили туда Перевозчики предлагают организовать комплексные проверки Но экономисты уверены, нелегалы продолжают работать не из-за отсутствия проверок В городе Одесса, подчеркиваю, в городе, на городских автобусных перевозках Нелегалов практически нет Почему? А по очень простой причине Насыщен этот рынок Нет необходимости, всунуться некуда Одна из причин наличия нелегальных перевозок Недостаточный объем И недостаточно развитая маршрутная сеть перевозок легальных По словам экономиста, проблему можно решить Но для начала необходимо поменять тарифы и законодательство Екатерина Лапицкая, Игорь Казанжи, 7 канал